ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потянул за один угол, увеличил машину в высоту. Потянул за другой, растянул вширь. Но на самом деле за этим стоит кропотливая работа по выведению породы. И хороший дизайн, как фирменный стиль, настаивается годами и не должен меняться по моде. В былые времена, чтобы придать сдержанному дизайну Ауди нужный контекст, мы бы снимали кипять где-нибудь в Дюссельдорфе на фоне модернистской архитектуры или в Сизых Альпах. Но теперь пандемия загнала нас в Ростовскую область, и мы знакомимся с новым Q5. И тут некоторые из вас спросят, а где же обновление? Да, второе поколение Ауди Q5 выпускается с 17-го года и вполне заслужила плановая рея. Хотя слово рестайлинг здесь не вполне подходит, просто пришла пора освежиться. Давайте вместе поиграем в игру «Найди 10 отличий». Решетка. Раньше у нее был один излом, а теперь, как видите, два, она стала восьмиугольной. Обычным Q5 полагается прямоугольная структура черная. У машин версии дизайн здесь вертикальные формированные планки, а здесь, как в версии Sport или с пакетом S-Line, придумана собственная решетка в виде таких вот сот. Фары новые. Как и прежде, они диодные в базовой комплектации, а за доплату в 89 тысяч рублей вы получаете матричные фары с анимированными указателями поворотов. Перерисованные бамперы увеличили длину машины аж на 2 сантиметра, но в отличие от родственной Ауди А4, которая во время рестайлинга получила новые крылья и боковины, здесь кузовщину менять не стали. Ну и, в общем-то, все вот эти грани капота смотрятся по-прежнему свежо, а главное, они технологичные. Кузовная палитра пополнилась парой новых цветов. Теперь их всего 12 в основной гамме, а можно заказать и индивидуальную окраску Ауди Эксклюзив. Колеса могут быть диаметром 19 или 20, как здесь, дюймов. Задний бампер сохранил форму, но изменена вот эта накладка с диффузором. А кроме того, патрубки выхлопной системы не настоящие. Это бутафория, здесь заглушка, а реальная труба спрятана где-то под бампером. Дескать, готовимся к появлению электромобилей. Новые фонари вписаны в старую форму, а за доплату в 84 тысячи рублей можно заказать 3 органических светодиода. Светят они ярче и равномернее. Кроме того, связаны с водительскими ассистентами. Если к машине сзади приблизится человек, или же едущий сзади автомобиль приблизится более чем на 2 метра, то диоды загорятся ярче. И владелец может побаловаться с выбором цифровой подписи. То есть нескольких вариантов оформления вот этих самых диодов. Подписаться можно как Иванов, Петров или Сидоров. Шучу, на самом деле варианты просто пронумерованы. Есть дизайн 1, дизайн 2, дизайн 3. Конкретно вот эта форма, по-моему, дизайн номер 3. Чего вы не можете выбрать, так это мощность. В России все Audi Q5 выдают только 249 сил. Поэтому на багажной двери всегда красуется индекс 45. Он никак не соотносится ни с мощностью, ни с объемом двигателя. Зато впервые согласуется с ценой. Начальная 2-литровая бензиновая версия стоит 4 145 000 рублей. А за кроссовер с 3-литровым дизелем просит 4,5 миллиона. В массовом сознании Audi Q5 это такой среднеразмерный кроссовер. Но на деле это большой автомобиль, багажник которого 550 литров. Увеличить его еще на сотню можно, заказав салазки для заднего дивана. Тогда все сидение будет двигаться вперед-назад на 12 сантиметров. Само собой спинка складывается в трех частях, а под полом докатка. Причем сдутая. Первая посадка в салон на заднее сиденье через не очень широкую дверь. Проверяем. Нет, не доходит окно до конца. Над головой приличный запас пространства. Во мне 176 сантиметров, а здесь панорамная крыша. В подлокотнике, конечно же, два подстаканника. Для ног запаса предостаточная. И обратите внимание, ступни полностью помещаются под переднее кресло. Это очень здорово. Вдвоем здесь сидеть будет комфортно, а вот втроем уже не очень, потому что центральный тоннель высокий. У дорестайлинговых машин на центральном тоннеле был еще тачпад с отдельной вращающейся рукояткой. Теперь от этого рудимента нулевых решено отказаться, и навряд ли мы еще увидим такое решение на будущих моделях Audi. Теперь здесь маленькая нишка с крышкой или без, можно заказать здесь матовую отделку, в которую можно положить брелок или половинку телефона. Так, медиасистема MMI обновилась до самой последней версии и теперь управляется голосом или прикосновениями к 10-дюймовому центральному экрану. Само собой она поддерживает протоколы и Android Auto и Apple CarPlay, а в Европе умеет общаться с дорожной инфраструктурой. Ну, а в целом эргономика Купятова вполне традиционна, и лично я в этом вижу только плюсы. Инженеры не придумали, чем занять освободившейся от тачпада зону на центральном тоннеле. Но найти другой повод для упреков трудно. Тогда давайте о хорошем. Во-первых, обзорность. Тонкие стойки, большие зеркала, хоть и отнесенные вперед, и я даже вижу почти весь капот. Во-вторых, это одна из последних моделей Audi, где в базовой версии еще есть настоящие стрелочные приборы. Здесь опциональный виртуальный кокпит, и несмотря на возможности тонкой настройки, панель местами перегружена информацией. Если честно, я не вижу большого смысла доплачивать за нее 25 тысяч рублей. А еще тут есть настоящие кнопки и рукоятки, которые можно и нужно нажимать в движении, не отрывая взгляда от дороги. Спешите пользоваться. Такого в автоиндустрии больше не будет, и все новые Audi плавно переходят на сенсорные панели. Кстати, в базовой комплектации климат-контроль здесь однозонный, без экранчика. Но вот нижний ряд кнопок будет всегда, и за выбор режимов движения Drive Select доплачивать не нужно. Спортивные сидения, как здесь, в самом простом варианте, стоят 23 тысячи рублей. Заказывайте, не пожалеете. Они очень удачные, хорошо распределяют нагрузку, плотные, удобные кресла. Само собой, при желании их можно обить тканью, искусственной кожей, натуральной кожей, алькантерой во множестве вариантов. Что же до техники, то ее модернизация не затронула. В основе российской гаммы двухлитровая бензиновая турбочетверка отдачи 249 сил и 360 ньютон-метров. Кстати, это мягкий гибрид. Правда, система не 48, а всего лишь 12-вольтовая. Но ее хватает, например, для отключения двигателя при движении накатом. В российской линейке явно не хватает версии на 200 лошадиных сил, или даже еще чуть проще. Зато с прошлого года в гамме есть версия с трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем. У нее такая же мощность 249 сил, но крутящий момент уже 600 ньютон-метров. Поэтому по паспорту дизельный Китай оказывается даже чуточку быстрее бензинового. Однако поездить на турбошестерке мне пока не удалось. На этом тесте все кроссоверы бензиновые двухлитровые. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый робот Эстроник с двумя мокрыми сцеплениями. С моей колокольни недостатков у этого дуэта нет. Двигатель работает тихо, под нагрузкой рычит породисто. Робот безошибочно выбирает передачи, работает мягко. Ощутимы разве что резкие ускорения с хода. Коробка в раз скидывает две передачи и без толчка порой не обходится. Тут стоит добавить, что во втором поколении Аудио Китай есть два варианта полного привода. Рестайлинг тут ничего нового не принес. Но напомню, что традиционную схему постоянного полного привода с несимметричным ниже севым самоблокирующимся дифференциалом торсом сохраняют только из-за левышей. А вот у бензиновых четверок новая система Quattro Ultra. Сразу с двумя многодисковыми мусорами. Одна стоит сразу за коробкой передач, а вторая на задней оси. Потому что примерно половину времени на обычном асфальте машина едет на переднем приводе. Тем самым снижаются трансмиссионные потери и экономится топливо. Речь, конечно, не идет об экономии литров, но рачительных европейцев можно понять. Борьба сейчас идет за каждый грамм выбросов углекислого газа. И для них игра стоит свеч. А практический результат для нас виден на экранчике бортового компьютера. Q5 предлагает целых четыре варианта подвески. И это почетно даже по меркам премиум-сегмента. Самый простой вариант – это пружинная подвеска безо всяких регулировок. В этом случае клиренс составит 208 мм. И, как мы проверили, это честно. Следующая стадия – спортивная подвеска. Стоит она 24 тысячи и клиренс будет уменьшен на полтора сантиметра. Третий вариант – уже мехатронное шасси за 73 тысячи. Это будут адаптивные амортизаторы с электронной регулировкой мягкости и жесткости. Еще в два раза дороже – 140 тысяч – стоит адаптивная пневматическая подвеска, где выбирать можно не только мягкость, но и клиренс. В этом случае просвет будет меняться от 16 до 23 сантиметров. И это тот случай, когда доплачивать за настоящую, редкую в этом классе пневматику однозначно имеет смысл. Длинные волны асфальта разглаживаются практически в горизонталь, и даже ямы с острыми краями не чувствуются такими уж опасными для сохранности подвески. В спортивном режиме подвеска, само собой, зажимается, но особой резкости реакции жесткости не замечено, и плавность хода все равно остается высокой. У этой синей машины подвеска номер 3 с адаптивными амортизаторами. По-хорошему, достаточный и уже обычного комфортного режима, потому что даже на совсем плохой дороге раскачка совсем небольшая. К точности рулежки никаких претензий, машины идеально держат прямую, и для большого семейного кроссовера это само по себе достижение. В салон практически не прорывается ветер, умеренно слышен двигатель, все было бы почти сказочно, если бы не вои 20-дюймовых покрышек Pirelli Scorpion Verde, которые заставляют водителя разбираться в сортах асфальта. Вот этот серенький еще терпимо, а вот тот черный крупнозернистый невыносим уже на 100 км в час. И тут возникает вопрос, нужно ли доплачивать за 20-дюймовые дабы или достаточно 19-дюймовых стандартных шин. Умеренного бездорожья на маршруте пока не нашлось. Из-за проливных дождей нам прямо запретили съезжать на черноземный грунт. Но кое-какие подсказки на тему трансмиссии дает меню ездовых режимов, а именно вкладка «Привод». Здесь есть три пресета – эффективность, умеренность и спорт. Так вот, в режиме «Эффективность» Q5 демонстрирует явно переднеприводный характер. А спорт – это как раз комфорт. Поясню почему. Вчера по дороге из аэропорта на мокрой, то есть скользкой дороге я буквально руками чувствовал, как уменьшаются эффекты силового подруливания. Проще говоря, обгонять было быстрее, и машина точнее держала прямую. Но совсем не съехать с асфальта мы не могли. Правда, по мокрой глине езда сразу пошла боком. Так, поиски умеренного бездорожья привели нас на реальное бездорожье, где 20 см клиренса уже никакой роли не играют, а помогли бы более внедорожные шины и, возможно, более серьезная трансмиссия. Но так или иначе будем выезжать. Вообще конкретно стремно сползает. Она не удержит сюда, просто, видишь, она не удерживается. Глаза, заказуй! Казуй, заказуй! Прям в пол, да, видишь? Успешное спасение вдохновило нас на новые подвиги. И от несостоявшихся водных процедуров мы перешли к грязевым. Вообще от кроссовера экстремально внедорожных умений и не требуется. С другой стороны, возможность проехать по раскисшей грунтовке, не заставляя пассажиров выходить пешком, уже дорогого стоит. С третьей стороны, вот мы тут балуемся уже минут 20, а то и 30, и пока что никаких сообщений о перегреве трансмиссии не поступало. Ну что же, вести с полей. Краткая вылазка на бездорожье показала, что полный привод Quattro Ultra полностью реабилитирован. Электроника добросовестно борется с бездорожьем, имитирует блокировки дифференциалов, а если бы она этого не делала, то из своей передряги мы бы не выехали. Ну а сцепные свойства шин по-прежнему выступают лимитирующим фактором. И на этой сенсационной ноте позвольте перейти к выводам. Обновленный Audi Q5 – отличный универсальный автомобиль, который не растерял своих достоинств, зато стал чуточку современнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok